Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с Международным Днём Земли! Яков Акимов, Наша Планета Есть одна планета-сад в этом космосе холодным. Только здесь леса шумят, птиц кликают перелётных. Лишь на ней одной цветут ландыши в траве зелёные. И стрекозы только тут в речку смотрят удивлённо. Береги свою планету, ведь другой, похоже, нету. Перед нашим увлекательным мастер-классом предлагаю вам послушать небольшой рассказ о планете Земля. Земля – это третья планета от Солнца, расположенная между Венерой и Марсом. Наша планета – это единственный оазис жизни во всей Солнечной системе. Сейчас мы знаем, что Земля шарообразной формы и вращается вокруг Солнца. А древние индусы считали, что Земля плоская и лежит на четырёх слонах, которые стоят на огромной черепахе, плавающей в океане. По мнению учёных, возраст Земли – около четырёх с половиной миллиардов лет. Она возникла из остатков газопылевого облака. Мелкие частицы слепались, образуя более крупные. Масса планеты постепенно росла и со временем превратилась в раскалённый шар. На планете извергались вулканы, падали метеориты, а воздух был насыщен ядовитыми испарениями. Ребята, а давайте познакомимся со строением Земли. Наша планета состоит из трёх основных слоёв. Верхний твёрдый слой, на котором мы находимся, называется кора. Под корой – мантия, самый тяжёлый слой планеты. А в центре – ядро, которое состоит из железа и никеля. Температура ядра достигает 6000 градусов. Планета Земля окружена атмосферой, которая защищает планету от слишком горячих лучей Солнца. Благодаря сине-зелёным водорослям атмосфера на нашей планете насыщена кислородом. Земля – это единственная планета, вода на поверхности которой находится в жидком состоянии. Хотя мы этого и не замечаем, мы движемся вместе с Землёй по её орбите с огромной скоростью – 30 км в секунду, совершая оборот вокруг Солнца за один год. Кроме движения вокруг Солнца, Земля вращается и вокруг собственной оси. Такой оборот она совершает за 24 часа. Когда на стороне Земли, обращённой к Солнцу, день, на неосвещённой стороне – ночь. А смена времён года на нашей планете происходит из-за наклона земной оси, воображаемой прямой линией, и вращения Земли вокруг Солнца. Юрий Гагарин сказал, «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета». Ребята, так давайте будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её. Итак, на нашем творческом занятии мы будем делать планету Земля. Она будет сделана не из бумаги, и даже не из пластилина. А мы будем её шить из фетра в виде вот такого брелочка. Для того, чтобы шить брелок, вам понадобится фетр, белый, зелёный, синий или голубой. Ножницы, ручка, иголочка и напёрсток, нитки, у меня зелёные, тёмно-синие и белые, колечко для ключей, небольшой кусочек ленточки любого цвета, и, конечно же, наполнитель для игрушек. В качестве наполнителя можно использовать вату, холофайбер или синтепон. Итак, начнём наш мастер-класс. Ребята, внимание! Использование иголок строго под наблюдением родителей. По шаблонам, которые вы найдёте под видео, вам необходимо вырезать выкройки из фетра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Затем на одном из кругов необходимо разместить материки так, как вам больше всего нравится. И пришиваем их по контуру. Ребята, я сделала материки на одной стороне моей земли. Вы можете сделать точно такие же и с другой стороны. После того, как все материки пришиты, можно сшить две половинки нашей земли вместе. Ребята, в конце не забудьте оставить небольшое отверстие, для того, чтобы можно было нашу землю наполнить ватой, холофайбером или синтепоном. Итак, ребята, наша земля почти готова. Осталось ей сделать петельку. Для этого нам нужно взять небольшой кусочек ленточки, продеть через колечко для ключей, вставить в отверстие недошитое и сшить вместе с лентой. Ребята, мой брелок получился вот таким. А какие планеты получились у вас? Присылайте свои фотографии. Ребята, а теперь вопрос для внимательных и любознательных. В одном из слайдов я спрятала символ Дня Земли. Попробуйте его найти и понять, что он обозначает. До новых встреч! Пока-пока!